Впереди долгожданное лето. Какие новые благоустроенные территории появятся в Наринмаре, узнаем прямо сейчас в программе Актуальное интервью. Сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности главы города Наринмара Андрей Бережной. Андрей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Рада видеть вас в студии. Андрей Николаевич, у нас у всех на слуху понятие «комфортная городская среда». Давайте поясним зрителям, что это такое. Фактически с 2017 года запущен очень серьезный федеральный проект, который так называется «комфортная городская среда». С 2017 года правительственно определенные гранты, которые выделяются регионам на создание благоприятной среды, на создание элементов городской инфраструктуры, которые в первую очередь касаются благоустройства дворов, проездов, общественных зон, создания детских площадок современных. В первую очередь прорабатываются новые требования. И, видите, этот проект нашел достаточно серьезный отклик по всей стране, потому что охват абсолютно всех регионов. Условия, которые выдвинуты при участии в этом проекте, очень интересны и серьезны. Может быть, впервые в жизни нашей страны не реализуются именно в таком виде, потому что по требованию президента основным критерием попадания какой-то территории в проработку, в реализацию – это желание людей. Поэтому все программное освещение начинается с того, что муниципалитетами объявляется время, при котором люди, любой житель, который проживает на данной территории, может выдвинуть какую-то идею. На самом деле, просто начинается все с идеи, с замысла. То есть предложить, благоустроить какой-то парк, сфер, улицу, создать какую-то детскую площадку, создать спортивную площадку. Люди предлагают, причем очень активно в этом участвуют, предлагают насыщение элементами. Очень демократичные, потому что можно попадать просто на обычном русске бумаги, написать от руки, что ты хочешь увидеть. В обязательном порядке потом все эти предложения суммируются. Создана общественная комиссия, которая занимается этим вопросом, в которую включены общественники, представители политических партий, просто активные граждане. То есть комиссия действует при муниципалитете. Все предложения собираются. Просматриваются специалистами на предмет возможности размещения того, что хотят люди на этой территории, исходя из каких-то проблем, может быть, связанных с землей. То есть не везде можно реализовать все, что хочется. Поэтому сначала специалисты смотрят и потом выносят на общественную комиссию саму идею. Интересно, ведь много интересных идей поступает. Вы знаете, иной раз, ну, бывают и смешные, и очень серьезные бывают, очень денежные. Бывают такие, что реализовать практически невозможно. То есть идеи, на самом деле, у людей очень много. И видно, насколько люди трепетно относятся к тому месту, где они проживают. Потому что, в общем-то, наверное, хочется жить в благоустроенном красивом городе, ходить по качественным, отремонтированным улицам, видеть красивое освещение. Видеть или иметь возможность прогуляться с ребенком на детскую площадку, которая имела бы комплексный вид, им действительно давала бы какие-то посылы к развитию детей. В городе у нас много чего не хватает. Ведь по большому счету, где мамочки с колясками могут прогуляться? Только Арбат, да? Только Арбат. Вот пройти по двум площадям, по Арбату туда-обратно, и все. И больше ничего нет. Поэтому работы еще много. Работа предстоит, действительно, это не на один год, это, наверное, десятилетие. Но, тем не менее, это работа, в которую вовлечено очень большое количество людей. Я думаю, что совместными усилиями и горожан, и властей, как региональных, так и муниципальных, мы совместно сделаем город России. Вы сказали, что поступают идеи. Как потом они отбираются? Значит, идеи поступили, рассмотрела комиссия, что да, действительно, эти территории можно реализовать, в принципе, просто принципиально можно реализовать. Затем, исходя из тех предложений, которые жители выдвинули, специалисты строительной отрасли, наши инженеры, прорабатывают создание макета. Это, так называемый, дизайн-проект, где вот все предложения учитываются и расстанавливаются те элементы, которые хотели бы люди видеть. После того, как создан дизайн-проект, они опять-таки рассматриваются на комиссии, чтобы было понимание, что то, что люди захотели, вот это нашло отражение в дизайн-проекте. И после того, как эти территории сформированы одним каким-то пакетом, пускай это 6, 7, 10 территорий, наслечается рейтинг голосования, где, опять-таки, все жители города имеют возможность проголосовать, отдать свой голос за какую-то территорию. Исходя из того результата рейтингового голосования, за какую территорию отдано больше голосов, эта территория имеет право первоочередной реализации. После голосования результата поступает в общественную комиссию, общественная комиссия рассматривает их на подлинность, на правильность подсчетов и своим решением затверждает, что в будущем эти территории будут реализованы. По утвержденным общественным комиссиям территориям проводится работа по созданию уже реального проекта с медными расчетами, с конкретизацией. И, исходя из рейтинга, эти территории после просчета включаются в муниципальную программу, где уже определяются источники финансирования и года реализации. Существует несколько уровней комфортной городской среды. Вот можете пояснить, что это за уровни? Ну, не то, чтобы это были уровни, просто... Направления? Да, направления, можно так сказать. Дело в том, что федеральный проект комфортной городской среды, это, конечно, все здорово, это хорошо, но объемы финансирования не очень большие. Поэтому часть, интересная часть мероприятий реализуется за счет региональных и муниципальных денег. Ну, например, ежегодно, уже третий год, выделяются деньги на развитие парка-дельсозавода. Началось с того, чтобы был поставлен памятник, создана площадка, где он располагается. Дальше, следующим этапом прошло создание деревянного исполнения дорожек вокруг памятника. В прошлом году мы сделали уже в плиточном исполнении дорожку до третьей бани, до Лизовской бани. В этом году появится, скорее всего, стоянка для автомобилей, что можно было подъезжать спокойно. Будет благоустроено, именно серьезное будет озеленение ближайшей к проезжей части территории. И продолжим дальше тротуары, дорожки с освещением, проект движется. И двигаться, я думаю, что будет еще года 2-3 до полной реализации. И там получим еще, ну, так сказать, красивую территорию. Это делается в счет оригинальных денег. Дальше очень интересный проект, запущен 2 года назад президентом. Это конкурс «Малые города и исторические поселения». Конкурс федеральный. Деньги достаточно приличные. То есть, если в прошлом, позапрошлом году на этот конкурс предполагалось около 5 миллиардов рублей, то премьером Мишустина в этом году принято решение, что на следующий год это будет 10 миллиардов рублей. Интересен конкурс чем? Есть несколько номинаций. Это города с населением до 5 тысяч человек. от 5 до 10 тысяч человек, от 10 до 20, от 20 до 50, это номинации, которые мы попадаем, от 500 до 100. И отдельно стоят исторические поселения. Мы участвовали в этом конкурсе, но не совсем удачно. И в первую очередь, именно потому, что предлагая проект на этот конкурс, как раз была допущена та ошибка, которую нас президент и подостерегал, сам проект возник, скажем так, сверху. Не снизу, а сверху. И получилось так, что мнение людей очень сильно разошлось. Мы выступали с так называемой рыбкой. То есть сама по себе территория, она интересная и нужно делать, потому что это пустырь посреди города, наверное... Поясним, это улица, где Арбат у нас, да? Да, Арбат, значит, и вот рядом, на месте снесеной школы, там большой пустырь. Это уже не первый год. Это, наверное, 8 уже, наверное, пустое место. И действительно просится создание какой-то зоны, которая была бы востребована всеми горожанами и могла бы дать какой-то реперный толчок для какого-то развития города, приданиям нового облика, создание какой-то зоны, которая была бы комфортной и востребована всеми горожанами. Но то наполнение, которое мы когда-то придумали с департаментом ЖКХ и строительства, оно не было обсуждено с людьми, и поэтому, в общем-то, не нашло поддержки. Вот это была ошибка. Эту ошибку мы учли, на самом деле. И в прошлом году мы не участвовали в конкурсе. Поддержку можно получить достаточно большую, это до 80 миллионов рублей. Но в этом году, в общем-то, решение было принято, мы будем участвовать в конкурсе. Буквально сегодня, по-моему, заканчивается подача заявок о предложении от жителей. И постараемся сделать ту территорию, которая будет одобрена, постараемся сделать максимально открытой. То есть мы постараемся привлечь как можно больше массу людей, общественных групп, групп влияния для того, чтобы те предложения, которые нам поступили после визуализации, не нашли предположительные у людей, чтобы было учено максимальное количество предложений или пожеланий горожан, чтобы они хотели видеть на той территории, которая будет одобрена. Понятно, что всем не угодишь. Понятно, что, так сказать, мнения будут разные. Но в этот раз мы постараемся, опять-таки, сделать максимально открыто, максимально гласно и получить максимальное одобрение горожан, чтобы потом выйти на конкурсы и постараться получить эти деньги для того, чтобы реализовать какую-то идею, которая получится. Это второй этап. Ну и третья часть, это, конечно же, очень интересная история, которая получилась, уже два года реализуется, департаментом оригинальной политики. Это инициативное бюджетирование. Проводится ежегодный конкурс, на который инициативные группы, это может быть кто угодно, это может быть какой-то конкретный дом. ТОСы, просто инициативные граждане, какие-то общественные организации, кто угодно может подать заявку на благоустройство в какой-то территории. Заявки идут от всех муниципалитетов, установлены определенные квоты, от города 4 заявки, все 4 в этом году поданы. И на самом деле этот конкурс предусматривает максимальное увлечение людей, потому что люди должны показать, что благоустраивая какую-то территорию, она им настолько нужна, что они вкладывают свои деньги. То есть они могут не только общественную территорию, но и дворовую территорию? Конечно. И такой пример, допустим, я могу привести Ленина 5. Очень активные жители скинулись деньгами, закупили какие-то определенные элементы. В позапрошлом году, хоть и с трудом, но удалось оборудовать детскую площадку. В прошлом году они обустроили тротуар около своего дома. И в этом году, продолжая эту историю, уже третий раз подают заявку на дальнейшее обустройство придворовой территории. То есть проекты это небольшие по емкости, по деньгам. Это может быть миллион, может быть полтора. Какая возможность? Какую сумму может выиграть? Ну, примерно до полутора миллионов. И вот заявка, которая побеждает потом в этом конкурсе, насыщается определенным количеством денег с регионального бюджета, дополняется нашими муниципальными деньгами, и обязательно там должна быть часть самих жителей. Ну вот еще раз говорю, это может быть двор, но, допустим, в прошлом году инициативная группа вышла с проектом обустройства небольшого сквера около бывшей старой конторы Рыбогабината. Чтобы уковещать память, было резонно, неплохое получилось место. В этом году мы ее немножко доработаем, доделаем, опять-таки, по пожеланию жителей. То есть идея в чем? Люди могут получить именно ту историю, которую они сами придумали, которой поучаствовали, которая для них востребована, и очень надеемся, что будут беречь то, что сами создали свои деньги. А сколько в прошлом году удалось территории благоустроить? Ну вот смотрите, значит, вообще в прошлом году, скажем, зона 12 проектов. Различно. То есть это и от небольших, как, допустим, там, Тартуар, около первой школы, да, или зона, которую мы будем развивать на месте Северного дома, Ленина, 44, там, где будет воровная торговая площадь, до более крупных... В прошлом году активно развивался лесозаводской у нас кластер. Можно вспомнить такие проекты, как площадь около ЗАГСа, между МФЦ и так называемым нашим пряником. Вкладывались деньги в прошлом году в зону около Ленина, 6, это Тиман. Очень красивая получилась история, которую мы обязательно будем развивать. Она действительно получилась очень красивой. Это лесозаводская площадка у нас Медовича. Она впервые... Впервые, да, ракета. Это впервые у нас получилось комплексное такое интересное пространство, где могут приходить люди с детьми абсолютно любых возрастов. И так как она не привязана к какому-то двору, к какой-то дворовой истории, да, получается, такой заделан даже на будущее. То есть для того, чтобы поиграть на этих интересных элементах, которые действительно нравятся детям, родители вынуждены взять своего ребенка, оторваться от приготовления борща, или какие-то домашних забот, выйти на свежий воздух и с ребенком прийти и провести вместе время. На самом деле это здорово. Поэтому вот эти комплексные вещи мы и дальше будем активно продвигать. Вы сейчас напомнили территорию вокруг ЗАГСа. Много очень споров по этому поводу возникало. Зачем отремонтировали территорию, да, если ЗАГС планируется на Арбате новый? Что это создание, так и на самом деле, и что будем делать с этим? Вот я знаю, что ЗАГС пока там, где он есть. А будет ли новый, ну вот, пока мне-то непонятно. К сожалению, администрация города не занимается градостроительной деятельностью, эти полномочия на уровне округа. Но, тем не менее, я думаю, что история с этой территорией получилась достаточно неплохая, потому что тот пустырь, который там был, ну, наверное, эстетически было не здорово. Начинать новую жизнь. Начинать вот с какой-то там неблагоустроенной территории. Потом выходя, счастливые люди выходя, должны ввести уже красоту какую-то. Да, а как-то учитывается архитектурный ансамбль, как-то единый стиль? Потому что иногда возникает мнение, что нет. Ну, это беда, наверное, нашего округа, потому что у нас очень давно нет архитектора ни в городе, ни в округе, к сожалению. А появится когда-нибудь он у нас? Ну, будем надеяться, будем надеяться, что это просто мы с регионом когда-нибудь решим. Конечно, конечно же, нужен специалист, или группа специалистов, которая бы все-таки правильно нас, так сказать, подвигала к созданию как зонт, так и строительства. Много территорий было благоустроено, город действительно расцвел, много игровых площадок появилось, и скверы благоустроили. Но когда мы это делаем, возникает еще одна проблема, это вандалы, которые начинают эти элементы портить. Есть ли возможность установить камеры и как-то следить за сохранностью? Ну, конечно, это беда. Беда и действительно очень... Больно и обидно бывает, потому что все-таки все проекты, которые реализуются, это, в общем-то, для людей, в первую очередь. Создание нового облика города, более эстетичного, более удобного. Это общая задача всех, кто здесь проживает. Конечно же, бережливое отношение к тому, что создано. Ну, пока у нас хромает, прямо скажу. То есть я не представляю себе, что нужно совершить, чтобы вот эти качели, которые на городском шаруна смотрят площадки, там доска 50 на 50, как ее ломать, я не понимаю. Ну, умудряются ломать. Зачем-то бьют из рогаток фонари. Ну, вот кому не мешает, я не понимаю. Сделали большую... В прошлом году большую территорию около пятой школы. Там есть еще над чем поработать, но сделали. Сделали там хороший, интересный спортивный комплекс. Ну, понимаете, ну, через две недели гири поотрывали вместе с кольцами и в мусорке мы там находили, там, 32 килограмма логика. Зачем это нужно? Я не понимаю. Поэтому, конечно же, вопросы бережливого отношения, в первую очередь, это вопрос воспитания. Конечно. Молодого поколения, вопрос воспитания детей. Ну, знаете, ситуация тоже начинает меняться. Это абсолютно украинно говорю. Ну, могу привести такой пример. Вот в прошлом году мы нормально, я считаю, отремонтировали сквер в Учейске, вот там, где перенесли памятник буксиру. Сделали нормальную подсветку у памятника. Вот не поверите, специалисты где-то две или три недели мучились и уже сданный был объект, но чтобы его нормально открыть, не ставили фонари подсветкой. Потому что достаточно дорогие, говорят, ну, боимся. Сейчас поставим, разобьют или украдут, или разобьют, и, в общем-то, мы не получим того эффекта, который хотели. Ну, знаете, поставили, вот уже год подсветка работает, никто ничего не украл, и слава богу, значит, чему-то мы к чему-то и идем, к чему-то, значит, эстетически начинаем учиться. А так, конечно же, в летний период мы сейчас и проведем эту работу, просчитываем, сколько это будет стоить, постараемся, наверное, на Единской сессии с депутатами вопрос решить, потому что выделить деньги на установку видеокамеры видеонаблюдения, то, что мы можем в этом режиме онлайн отслеживать итог состояния, но и присягать вот эти вандальные проявления, так скажем. Но я надеюсь, что все-таки, так сказать, со временем их не то, что будет меньше, а со временем мы научимся ценить то, что создается для всех. История с остановками очень интересная. Долго их обустраивали, перестраивали. Что такое произошло? Почему у нас так активно остановочные комплексы стали менять? Ну, понимаете, у нас вообще история с дорогами в городе, она достаточно хлопотная, потому что пять дорог в городе ушло в 2015 году вместе с полномочиями ушло в округ, остальные в городе. Каждый занимается своим, так сказать. То есть, одни остановочные, вот эти, по запросу, до которых были остановки, остановочные павильоны, эти синенькие, значит, это всталил в округ. До этого времени, значит, вот эта история с бетонными, да, ну, тоже была субсидия с округа, так сказать, то есть, округ дал денег, мы сейчас торговали, мы поставили, когда мы поставили город чуть раньше, чем округ, посмотрели, ну, не то, что, не совсем то, что хотелось, и округ не стал ставить. Поэтому на городские дорог они появились, на окружную дорогу они появились. Ну, такая, ну, конечно, история достаточно глупая, но, к сожалению, имеем то, что имеем. Это были первые шаги, я надеюсь, что таких ошибок мы с окружными власти, больше допускать не будем. Не хватает городу, на мой взгляд, зелени. Как-то будем озеленять эту историю? Очень актуальная тема, на самом деле, и мы очень активно этим делом занимаемся. Ну, если вы обратили внимание, то в прошлом году уже начали появляться на передорожных пространствах зеленые, очень яркие, сочные, насыщенные зеленые участки. Так вот, это уже, так сказать, та технология, которая, ну, там ничего не придумано, велосипед, на самом деле, у нас есть торфяное месторождение. Смеси давно, уже понятно, они еще 20 лет назад были опробованы, но активно этим делом не занимались. Обучили людей, попробовали, считая, что, научились озеленять, и борьбу с песком мы будем продолжать, причем продолжать будем активно. Озеленять будем, не только травинным покровом, но и пересадкой так называемых крупномеров. Потому что, видите, очень часто у нас как-то палочек натыкают, их потом зимой срежут, вроде как что-то посадили, а вроде как нет. В прошлом году по нашей просьбе за счет недропользователей мы купили пересадчик, который позволяет пересаживать деревья до, там, трех метров высоты. Надеюсь, что этот процесс пойдет активнее, и плоды мы увидим уже этим летом. Какие территории планируется благоустроить этим летом? Значит, по федеральной программе, значит, у нас вошли две территории. Это комплексная детская площадка на пересечении Меньшиковой шлят СССР. Там детская площадка есть, но она очень старая, и вот на этом месте будет проведена реконструкция. Проект очень такой емкий, очень дорогой. там будут учтены элементы всех возрастных групп, начиная от активного отдыха детей старшего поколения до самых маленьких. Территория будет большая, со стоянками, подъездными путями и так далее. Это первая территория. Мы там думаем, что история получится, может быть, даже интереснее, чем Асмедович. Вторая территория в районе Комсомольская 2, там на месте снесенного дома Комсомольская 4, там по просьбе, значит, там, знаете, отселение многодетных семей, и детей достаточно много, ну и много людей старшего поколения. Вот попробуем, там предложения еще позапрошлым году были, подошло время для реализации, ну попробуем какую-то историю создать комплексную, так что всем было интересно. За зданием почты будет что-то делать? Вот там тоже есть такой квадрат земли достаточно большой. Ну пока, пока, вот на ближайшее время нет, потому что недавно проведено было рейтинговое голосование, и 5 территорий для реализации, они уже прошли рейтинг и будут включены в программу. То есть мы, история абсолютно открыта, то есть абсолютно по-честному, как люди проголосовали, так и территория и будет реализовываться. вошли, это большая детская площадка, детская спортивная площадка, реконструкция в районе строительной 10. Дальше, дальше, так, опять реконструкция детской площадки в районе детского сада «Радуга», «Радуга», потом стоянка для автомобилей у Кладейского сада на улице Швейцова, благоустройство территории в районе домов Рыбников 3Б и 6Б и рекреационная зона в районе метеостанции. Вот эти 5 территорий по предложению людей были включены в рейтинг и в таком режиме они будут реализовываться. То есть если сейчас у нас останутся какие-то деньги и их будет достаточно для того, чтобы какой-то весомый, емкий этап выполнить от рейтинговой территории, то мы обязательно начнем. Если нет и условия программы нам это не позволят, посмотрим, сколько денег останется. Очень большое желание есть и думаю, что мы с региональных именно денег и муниципальных эту историю начнем. как видите, у нас крайне хватает стоянок для машин. Вот, да, да, да. И песок, грязь, значит, и, к сожалению, таких стоянок мало. Но, учитывая первых, эту потребность, у нас же просчитано уже шесть территорий, они, естественно, не требуют такого колоссального количества денег, но, тем не менее, востребованность очень большая. И сейчас просчет фактически закончен, попробуем, конечно же, но при этом попробуем учесть возможность отвода воды. У нас, видите, проблема в том, что у нас нет ливневого канализации, как только начинается активное снеготаяние, ну, ничего не сделаешь. Дорога, это, получается, корыто, и водичке уходить некуда. Все, все ругают, все кричат, и правильно делают, на самом деле. Попробовать как-то раскрутить эту историю и сделать ее правильной, чтобы водичка обычно уходила, мы попробуем и на стоянках, применяя определенные технологии, а также и при проектировании новых дорог. У нас наиболее тяжелая ситуация в районе четвертой школы, постоянно плаваем. В этом году, значит, выделенные деньги начинается проектирование и реконструкция этой дороги, попробуем, решить вопрос сводоотведения. На месте старой седьмой школы что планируется сделать? Вот не скажу пока. Секрет? Не скажу, пока не знаю, на самом деле, потому что сейчас идет работа активная над департаментом строительства, над градостроительными документами. Увидим результат, тогда поймем, что там будет. Андрей Николаевич, спасибо большое, что сегодня пришли к нам в студию. Очень интересно было вас послушать, и душа радуется, что город снова будет наше расцветать. Спасибо. Новых вам хороших идей от наших граждан. Ну, вот на самом деле активное вовлечение граждан это то, чего не хватает зачастую, но за что потом приходится отвечать. И это правильно. приходите в городскую администрацию, участвуйте в конкурсах. Как они часто проводятся? Раз в год. Раз в год. Следить нужно на сайте информации, да? На сайте мы даем достаточно много времени. В прошлом году, два месяца собирали продолжение, то есть апрель-май. В этом году пока еще не определились по срокам, потому что только рейтинг провели. Но, тем не менее, я думаю, что в ближайшее время мы определимся, и тоже месяца полтора-два у жителей будет. Спасибо большое еще раз. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был исполняющий обязанности главы города Наринмара Андрей Бережной. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин